Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Сколько на свете непонятного. Но не падайте духом, вам поможет коллектив эридитов энтузиастов. Найдем, поймаем, объясним и отпустим. Главное не пропустить телеэфир. Анонс-шифровка. Спортивные обновы. Заливное из крупы. Не писатель, не юрист. Какое замечательное начало. Спортивные обновы. Спортивный костюм и кроссы. Банально. Мы что, спортивных костюмов не видели? А вот костюм дайвера не каждый примерял. Там, кстати, кроме одежды есть акваланг, баллон с воздухом, балласт. Еще подходит костюм жокея. Наездника в конном спорте. Модненько. Но еще лучше подходят... Что? Купальники пловчих синхронного плавания. И платье танцовщиц. О, а еще наряды фигуристок. Тоже хорошо. Нет, я знаю самый модный спортивный костюм. Костюм гонщиков. А я знаю спорт, в котором нет спортивных костюмов. Как? Вообще? Я имею в виду, что у них нет специализированной одежды. Это шахматисты. Может, для них наконец-то форму придумали. Весь мир следит за Олимпийскими играми, и организаторы включают в программу все больше и больше зрелищных видов спорта. Расскажем о самых юных. Спортивное скалолазание. Все мы видели, как Человек-паук лихо взбирается по стенам небоскребов. А теперь взгляните, как быстро карабкаются эти ребята. Спортивное скалолазание дебютировало на играх в Токио в 2020 году. Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах. Преодоление специально подготовленной трассы на скорость. Спортсмену необходимо быстрее соперника добраться до вершины трассы и нажать на кнопку, сигнализирующую о его победе. Преодоление трасс с разным уровнем сложности. Еще его называют лазанием на трудность. Каждый участник может выбрать на трассе свой собственный маршрут. Главным критерием победы считается трудность маршрута и высота, которую достиг скалолаз. Еще одно направление – болдеринг. Ключевым показателем тут является сила и выносливость спортсмена. На каждую трассу и отдых между ними дают несколько минут, как правило, около шести. Количество попыток не ограничено. Тот использует гимнастическую страховку и специальные маты – крэш-пэды. Выигрывает в болдеринге тот, кто с меньшим количеством попыток преодолел больше трасс. Идем дальше. Закат, волна и ветер в волосах. А на груди – олимпийская медаль. Сёрфинг – дебютант Олимпийских игр 2020 года. А ведь его история насчитывает уже более 200 лет. Сёрфинг возник в Полинезии, а европейцы впервые увидели серфингистов на Таити в конце 18 века. Это занятие для души, но у него тоже есть свои критерии оценки. Судьи отмечают силу и скорость проезда спортсмена, сложность волны и комбинацию классических и креативных маневров. BMX Freestyle. Да-да, трюковой велосипед на Олимпиаде – это что-то новенькое. BMX Freestyle дебютировал ещё в 2008 году на играх в Пекине в формате велокросса – преодоление волнистых коротких трасс на время. BMX Freestyle – это зрелищное выступление с целым набором безумных трюков. А вот вам вопрос от «почемучек». В каком виде спорта 13-летний ребёнок может соревноваться с 46-летним дядей? Это скейтборд. Кто из нас в детстве не пробовал вставать на доску? Я пробовал, не получилось, а жаль. Скейтбординг – самый необычный вид олимпийских игр. Он появился в начале 40-х годов 20-го века, когда серфингистам захотелось кататься не только по волнам. Доска от ящика, парочка колёс и скейт готов. А теперь представьте – Калифорния, 76-й год, засуха, пустые бассейны. От нечего делать ребята катались по овальным чашам пустых бассейнов и осваивали простенькие трюки. Так родился wake skateboarding. На Олимпиаде в Токио золотые медали забрали спортсмены из Японии. Среди женщин одержала победу 13-летняя Мамиджи Нисия – самая юная победительница Олимпиады. А каких видов спорта не хватает в Олимпийских играх, на ваш взгляд? Пишите в комментариях. Я так понимаю, что список видов спорта будет пополняться. А я не прочь добавить один пункт. Путь к изобретению, Лерочка, лежит через зарядку, через спортивные секции, разряд мастера спорта. А потом уже можешь что-то свое придумать. Ой, не усложняй. Иногда спорт приходит прямо из домашней уборки. Ну, керлинг, что тут сложного? Швабра? Чайник? А это только кажется. Не думаю. Ну ничего, дождемся зимы, наверняка расскажут и про керлинг. А второй анонс – заливной. Точнее, заливной из крупы. Странно. Заливной бывает из мяса. А у нас из крупы. Каша, что ли? Не знаю. Может, крупяный суп? Или запеканка. А ее чем-то заливают? Ну, там, яйца, молоко, наверное. Ну, что за день такой? Все наугад. Ну, не знаю ничего заливного из крупы. Надо учиться готовить. Не любите кашу? Да вы просто не умеете ее готовить. А вот китайцы легко проведут мастер-класс по приготовлению риса, рассыпчатого и не очень. Они его большие фанаты. Никогда не ломают голову над тем, что сварить на обед или ужин. Ответ очевиден – рис. Так откуда такая любовь к нему? Все просто. Эта агрокультура дает самые высокие урожаи. Да не один раз, а по два-три за год. Для Китая с его огромной численностью населения лучше и не придумаешь. Именно в Поднебесной вывели более десяти тысяч сортов риса. Они отличаются размером, цветом, плотностью и скоростью созревания. А выращивают его не совсем привычным для нас способом – в воде или на рисовых террасах. Последнее – это чудо из чудес. Самые известные живописные террасы находятся в деревне Лунцзи уезда Луншэнь. Поля расположены на склонах холмов и поражают своими изгибами. Да, китайские фермеры – настоящие гении инженерной мысли. Хотя сегодня массово выращивают рис и на обычном поле. Но выяснилось, что в воде рис сдаёт в 20 раз больше урожая, чем на сухой почве. Ростки риса боятся холодов, а вода создаёт растениям комфортную среду, где они растут китайцам на радость. А ещё рис сотни лет можно выращивать на одном и том же месте без добавления удобрений. Экологически чистый продукт, одним словом. Прежде чем рис заколосится в так называемых водоёмах, его проращивают в специальных парниках, где вместо грунта используют перемешанную с водой грязь. Так происходит естественный отбор самых жизнеспособных растений. А когда ростки достигнут 10 сантиметров, их сажают в воду, где они самостоятельно пускают корни в почву. А спустя два месяца рис зацветёт. Аромат у него нежный, схожий с запахом варёного риса, но более пряный и сладкий. А когда зёрна риса затвердеют, приступают к его сбору и просушке. Ежегодно в Китае собирают около 600 миллиардов килограммов риса, но им этого всё равно не хватает. А нам не хватает гречки. Это истинно русский национальный продукт. Когда в былинах, сказаниях и поговорках говорилось о каше, то имелось в виду именно гречневая, а не какая-нибудь другая. Родина гречихи – Южный Китай, откуда она постепенно распространилась и по территории России. А уже с 15 века попала и в страны Западной Европы. Но там гречневая каша не пришлась ко столу. Говорят, вкус и аромат у неё специфический. Не знаю, мне лично нравится. А варить её – вообще одно удовольствие. И ещё оказывается, гречиха не злаковая или зерновая культура, а крупяное хлебное растение. Блесните этим фактом на уроке ботаники. Растение это не отличается высокой урожайностью. Урожай зерна дают только 5% цветков, а остальные просто опадают. А ещё гречиха любит умеренный климат без резких природных изменений. Зацветает обычно в конце июня. И её нежно-розовые цветы источают сладкий, с лёгкой горчинкой аромат. На него-то со всей округи и слетаются пчёлы. А мёд какой вкусный и полезный получается. Объедение! Созревает греча к началу сентября. Тогда-то и стартует период сбора урожая. Затем его просушат, расфасуют и отправят на полки магазинов. Чтобы мы с вами могли приготовить полезную и вкусную кашу. Значит, если я залью рис водой, то он прорастёт? Не думаю. Он же обработанный, шлифованный. Лучше прорасти местные зёрна. Вот тут результат гарантирован. Да мне так, ради интереса. Хотя, я слышала, что пророщенная зелень, ну очень полезна. Её называют микрозелень. Только у меня на неё микроаппетит. Ничего ты в еде не понимаешь. А вот в профессиях сейчас проверим. Анонс. Не писатель, не юрист. Значит, другая профессия. Но кем может стать писатель или юрист? В ведущем телепрограммы? Гениально! Ну сами подумайте. Образование есть. Разговаривает отлично. А на телевидении таких людей встречают с распростёртыми объятиями. Спасибо. Спасибо. Дайда Дайда родилась в Лондоне. Своё необычное имя она получила в честь мифической царицы основательницы Карфагена Дидоны. Мать Дайда – Клэр, литературный агент и поэтесса – француженка. А отец – книгоиздатель Уильям Армстронг – ирландец. Дайда и её старшего брата растили, ограждая от телевидения и индустрии развлечений. И свой досуг Дайда посвятила музыке. Кроме классики, она слушала и много других пластинок. После школы стала обучаться игре на скрипке и фортепиано. И в конце концов попала в оркестр. Но, видимо, решив, что музыка – не серьёзное занятие для взрослой барышни, Дайда работала литературным агентом и училась на юриста. Но работа агента не доставляла ей удовольствия, и Дайда начала петь в группе брата Faceless. Тандем состоялся, и дебютный диск «Риверенс», вышедший в 1996 году, стал хитом. И Дайда захотела сама исполнять свои песни. Вскоре молодую певицу пригласил на прослушивание Клайв Дэвис, в своё время открывший публики Карлоса Сантану и Уитни Хьюстон. С Дайда подписали контракт, и в 1999 году в Штатах вышел её дебютный диск «No Angel». Клип на первый сингл с него «Here With Me» сразу попал в горячую ротацию на MTV, а сама песня стала музыкальной темой для популярного ТВ-шоу «Росвелл». 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok